так говорите кто вы откуда и зачем я вера из Великого Устюга откуда вы с Великого Устюга Устюг да Устюг это где какая область Вологодская область какая новгородская Вологодская что-то я не знаю не поймут это не ясно но это получается рядом с Вологдой а вон где ну я хочу сказать вам что у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет не против я слушаю вот у меня такая жизненная ситуация сложная муж выгнал из дома и ребенок меня с ним остался потому что у сына там своя комната и как бы мне вот сейчас такая ситуация тяжелая мне сказали вы можете помолиться за меня и за мою семью так а какое ваше семейное положение ну у нас как бы ну вы же сожительствовали не замужем была за ним а муж знаю вы с мужем живете нет отдельно отдельно а вы верующего Христа что Иисус умер за вас да я в курсе да понятно и как вы относитесь к Господу Иисусу Христу в последнее время часто с ним как говорится разговариваю молюсь начала молиться на ночи утром а вы в православную церковь ходите ну когда периодически хожу а постоянно куда ходите постоянно в церковь хожу вот в одной мне нравится одна я туда и хожу а ну значит вы не из сектантов я нет не из сектантов понятно и что бы хотели вы совет какой-то нужен или что я хотела бы чтобы вы помолились за мою семью а вы напишите напишите всех кто семья сколько человек и мы помолимся вместе ну хорошо я напишу так вот вы сейчас назовите по порядку сейчас я буду еще черкну немножко так называйте кто так вот муж у меня Эдуард эдуард это муж да ооооооооооооооооооо насчетку смотрим мы Эдуард у православных такого имени нету дальше вера это ваше имя да и дальше и сын максим сын максим да да больше никого нет больше никого нет у нас семья из трех человек а в чем заключается тяжесть жизни ваши потому что семья разрушилась а почему какая причина причина то что я выпивала а вы не можете сможем зайти сюда чтобы вместе поговорить нет он меня не видит не слышать вообще не хочет он как бы ограничил общение со мной а зачем с какой целью пили то чего этим добивались я не знаю зависимость что ну а кто же вам тут поможет если вы сами себе не поможете как златоуз говорит а вот если вы были в афганистане вы бы не пили вас бы сразу убили и все у них смерть и приговор за выпивку мусульмане они серьезные люди ну а как вам помочь можно только одно крепко обратиться господу признать себя виновной перед мужем принести покаяние перед сыном как по-другому то сейчас вот вы вам надо помочь а как помочь вам если вы сами не наступили на этого зеленого змея вообще не пью как бы загрузила себя работой что даже не времени не мысли не то выпивки а вы глаза веки веки проще не краситесь конечно конечно то есть как нормально считаете а вот я гляжу у вас в веки верхние красные это чего красный этот теней тени такие вы не красили а просто последствия за а когда муж муж давно ушел ну что здесь не во мне не может и никак препятствия к покаянию то может через этот грех вы бога познаете больше надеюсь но это не рядом советы можно давать чужую беду руками разведу а своей ума не дам тут никак не знать библия говорится послание к коринфянам 5 глава пьяниц и царствие божие не наследует они будут гореть в огне что на земле это еще пол дела а вот когда умрет и душу потащить демоны вот в гену огненную и открыть когда оттуда не выйдешь вот вот вас страха божия нету но это на сегодня если вам тяжело и проще да нет даже когда нормальное душевное состояние как знаете уже все понимаю что это вообще что не по тому пути пошла да это это не путь это прорва яму если вы знаю вы раньше слышали что пьяницы царство божие не наследует никакая церковь не поможет вам в этом когда вы пьете вы прям сразу если умрете вы сразу нырнете как свинить великое у храма в ад в гену огненную но раз понимаете за счет ответ один у вас я гляжу сережки в ушах а зачем они а вы его можете снять и выбросить вот это первое снимите сейчас так убрали вы их выброси никому не отдавайте вам жалко их выбрасывать в принципе нет но вы их выбросите договорились обязательно это не надо это язычество грешное тело начинают все вы слева ухо убрали с левого вон как понятно значит эдуард вера и максим так вы платок можете надеть чтобы я дай волосинки не было видно женщина должна быть платки всегда а раз без платка это означает она не молится это не просто так тряпка на голове это бог повелевает так вот у вас все видать надо два платка вот вы увидите как у нас одевается первый побойник прямо потом второй платок все скрыть надо сколько лет сыну 9 лет но он знает что у вас такая беда он знает да ну как бы я уже отказалась от этой беды как сказать а у вас что-то есть сейчас такое дома брашка какая-нибудь или недопитая бутылка нету ничего такого нету а вы можете богу пообещать что вы желаете вырваться из этой ямы и больше не прикоснетесь нигде никому ходить не будете только заниматься дома вы к нашему сообществу прислоняйтесь вы с нами моли молиться будете через каждые два часа когда дома когда не на работе и утром у вас разница с москвой есть какая во времени вот такая по москве да но с нами алтайский край 4 часа разницы да я знаю так мы сейчас помолимся у вас дома евангелие то библия есть а евангелие есть хотя бы евангелие отдельно сейчас пока ничего такого нету это ничего нету ну как же быть то так вы наше содружество я вам скину данные и вы позвоните как сейчас помолимся и попросите чтобы вас приняли вы будете какие условия если они вам подходят вы сразу скажите я готова их выполнять условия очень простые вот одели платок вы уже готовы и быть послушание там не нарушать порядок когда молиться будем вот московские у нас по вашему будет это в 7 утра утренняя молитва в 7 а уже это 7 до 9 10 11 и через три часа уже будете опять молиться а потом через каждые два часа это все бесплатно делается вы можете даже посовет поговорить с ними может они посоветуют в церкви или где-нибудь чтобы купили вам где вы купить церкви то можете библию но ну купите библия это главное основание на которой будете опираться все время вам не тяжело что я говорю нет так мы становимся на молитву если вы будете согласны я помолюсь о вас и вы скажете я скажу аминь и вы скажите аминь вы поняли меня аминь означает да будет так боже будь милостив ко мне грешному создавыми господи помилуй меня без числа если грешил господи прости меня грешного и помилуй господи обращается к тебе унывающая душа веры и о мужа эдуарде и о сыне максим и коснись их сердец господи помоги им освободиться этого тяжкого недуга пьянства всего что не славит тебя ты бог великий и славный ты отец небесный отдал сына своего единородного иисуса христа который понес наши грехи на себе и на кресте был распятый слава тебе за твою любовь и за эту душу милости твой не отнимает нас кресте божий наш услыши ответь добрый ангел хранитель защищает ее дай силы твоей мощью превозмочь все что мешает ей служить тебе приведи ее к нашему содружеству интернетному тебе хвала слава честь и поклонение отец сын и святой дух аминь говорите аминь если согласны аминь так больше у нас разговора никакого не будет сейчас я вам сразу скидываю данные и вы выйдете прям сразу же сейчас звонят уже вы прям туда выйдете